Добрый день, уважаемые коллеги, присутствующие, товарищи. Начну про наше хозяйство, расскажу немного. Я работаю в колхозе Шаумена, ведущая сельскохозяйственной продукции в Мястиковском районе, да и в Ростовской области в общем. Вот, я работаю главным инженером на протяжении 11 лет, в колхозе работаю 17 лет. Вот, что сказать могу про эксплуатацию техники? Да, именно по уборочной технике у нас в хозяйстве эксплуатируется только отечественная техника, производство комбайнового завода «Росельмаш». Логика тут проста, завод под рукой, но у медали есть две стороны. И я бы сказал, что да, приобретение техники это одно, можно ее купить, не учитывая вот последние два года. Да, было проблематично, и цены взлетели, и наличие техники на заводе, и у дилеров, скорее всего, из-за отсутствия комплектующих. Да, не скорее всего, это 100%, потому что, например, возьмем комбайн «Торум-750». Наполовину он состоит из запчастей, из деталей, комплектующих, которые производятся не на территории Райской Федерации. И, к великому сожалению, в ближайшие 70 лет они не будут производиться на территории Райской Федерации. Для того, чтобы, ну, приведу примеры, двигатель, там стоит «Мерседес», гидрооборудование там стоит немецкое, и на «Жатке» там привод «Шумахера» всем известный и все довольные, заменил наш МКШ. А для того, чтобы эти детали производились непосредственно на территории Райской Федерации, надо уйти на 200 шагов назад и начать со школ и с вузов. Надо, скажем так, воспитать своих специалистов, которые занимались бы металлообработкой, и могли бы, скажем так, вот эти все детали начать изготавливать и с самого начала, с качества металла начнем. У нас нет в России возможности, ну, по крайней мере, на сельское хозяйство бросить все свои потенциалы по металлообработке и получить такие качественные металлы, как получается на технике, которая завозится с Европы. Предыдущий выступающий сказал, что выросло производство техники на территории Райской Федерации, в России. Да, оно выросло, но, к сожалению, оно вырастает не так, как бы хотелось. Мы, наши производители сельскохозяйственных техники, возьмем, например, ростовский завод сельскохозяйственных машин, копируем Европу полностью. Но не учитывая того, что у нас нету таких металлов, которые выдерживают нагрузки при определенных геометрических исполнениях этих деталей. Мы копируем компанию Ленкин, используя отечественный металл, и сталкиваемся с определенными проблемами. Компания Тигарба тоже попробовала сделать дискатор, но тоже не увенчалась успехом, потому что геометрия была полностью европейская, с Ленкина, с Рубина скопирована, а комплектующие детали и металл, к сожалению, оставляют желать лучшего. И поэтому хотелось бы, чтобы сельскохозяйственное производство зарождалось с нуля, с металлообработки, с изготовлением подшипников, потому что я думаю, что у нас в России не осталось завода, который производит подшипники в тех объемах, которые нам нужно. Заказывается все с Китая, а когда мы работаем с Китаем, в первую очередь поставщики заинтересуют тем, чтобы заработать. А Китай делает, хотите, вот, сделаем за доллар одну деталь и ту же самую деталь за 10 долларов. И качество, естественно, у них очень сильно отличается. И порой вот эти маленькие нюансы, когда бизнесмены между собой решают, потом сельскохозяйственные производители сталкиваются с этим на определенных узлах, и сельскохозяйственная техника, например, комбайн, он, знаете, дорогая ложка к обеду. 17 дней, 14-17 дней уборка уйдет, ну, у всех по-разному. Порой потеряешь пару дней, и это экономически очень проблематично. Прошли дожди, и урожай уже не того качества. Еще такой акцент сделаю сейчас, исходя из последних событий, которые происходят. Проблема с запасными частями, и сейчас большой акцент, по крайней мере, наше производство, наш колхоз делает на реставрацию деталей. Потому что у нас эксплуатируется именно по тракторам процентов 80, это европейские и американские бренды. Вот, когда возникают проблемы, дилер не справляется с подставкой, цены космические, сроки ни в какие рамки они не укладываются, занимаются реставрацией. Вот, реставрация, вот, к нам очень сильно помогает такая организация, есть Ярноградская РТП. Полностью, целиком довольны. Детали, которые стоят по 3-4 миллиона, их надо ждать, грубо говоря, 3-4 месяца, как пройдет сезон обработки почвы и все-все сроки. Они справляются буквально за неделю для решения этого вопроса. Вот, что я еще хотел сказать. По субсидиям на сельскохозяйственную технику, которые производятся у нас на территории РФ, естественно, эти субсидии были придуманы для того, чтобы наши сельскохозяйственные производители приобретали сельскохозяйственную технику именно отечественного производства. Ну, потому что для развития внутренней экономики. Но, к великому сожалению, получение этой субсидии очень проблематично, потому что много трамплинов, которые нужно преодолевать с большим разгоном. Очень много бумажной волокиты и документы нужно формировать так, ну, грубо говоря, так скажем по-простому. Ребята, которые придумывают вот эту субсидию, люди, которые там сидят, они не знают, что происходит внизу, внизу, грубо говоря, у сельскохозяйственных производителей. Такие нормы и требования для сбора документов, для получения субсидий, и что, честно говоря, мы отказались от субсидии. Да, это не секрет. Вот эта вся волокита... Да, да, только вот... Только что вот... Проблемы, проблемы и проблемы, и после получения этой субсидии эта вся волокита еще проверяется. Может, систему надо поменять полностью. И еще вот про колебания цен. Да, доллар поднимается, цены поднимаются на сельскохозяйственную технику. Как только доллар опускается, ну, на протяжении 2-3 лет, видели, вот, как это все происходит, но как только доллар падает, все наши дилеры, все наши поставщики, как запчастники, как и сельскохозяйственные техники, фиксируют цену в рублях по максимуму курса от доллара. Не знаю, почему это так, но логики в этом не вижу. Ущемляя полностью нас, сельскохозяйственных зеркоспроизводителей. В принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Если там вопросы... А расскажите, вот эти вот проблемы, они сейчас возникли, вот, в минувшем году или и прежде сроки были затянуты? Эти проблемы возникают постепенно. Допустим, когда был комбайн полностью из отечественных запчастей, ну, до 1500А, до 1500А, возьмем, проблем таких не было. Чем больше импортных запчастей, тем больше импортных комплектующих, тем чаще возникают проблемы. И еще такие нюансы есть. Приобретаешь 4 комбайна, и у них, они выходят, буквально говоря, там вот с разницей две недели из конвейера. Один укомплектован определенными запчастями, другой укомплектован другими запчастями, ну, деталями. Ну, вот, допустим, гидравлика, электромагнитные клапаны стоят на одном, одни на другие. Они не взаимозаменяемые, и поэтому нам надо приобретать и то, и другое. И за этим всем не угонишься, и... За пас. Да, да, да. Несмотря на то, что у нас свой склад запасных частей есть, где-то средний баланс, где-то 40 миллионов там, на 40 миллионов запчастей. Это на 14 комбайнов? Нет, это не комбайны, это у нас все трактора, это вся вся сельскохозяйственная техника, эксплуатирующая у нас в хозяйстве. Вот. Бывает, что что-то проскакивает, и бывают определенные проблемы, техника простаивает. Недавно мы с этим столкнулись, вот по комбайнам ТОРМ-750, датчики оборота ротора. Были с ним проблемы, и кроме дилера никто не смог поставить, а дилер пока с завода вывез и довез до нас, долгое время не это занимает почему-то. Вот этот процесс, вот это перемещение запчасти от завода, дилеру и до потребителя занимает долгое и нудное время. По импортным запчастям, по импортным комплектующим, где нет альтернативы. Владимир Сергеевич, а вы могли бы перечислить, какая техника у вас есть в хозяйстве? Вы вот сравнивали другие проблемки и наши отечественные. В принципе, чем вы пользуетесь? Не только о том, что вы пользуетесь? Ну, трактора, Джон Дир, класс, Фэнд, Т-150, у нас есть гусеничный МТЗ, большой парк, трактор МТЗ-80, эксплуатируется на жевательных фермах и на обслуживание. В основном, энергоносители у нас Джон Дир, 9-й, 8-й серии, Фэнды 7-й серии, используются на посевах пропашных культур. Система автономии это автопилотами с точностью до 2 см. А почвообрабатывающая техника преимущественно импорт Лемкен, селки Гаспарда, зерновые селки у нас очень давно, уже вот последняя партия была наших соседей червонозерка. Почему-то мы им очень сильно доверяем и довольны результатами. Недавно приобрели культиваторы в Зерноградской артопе, тоже безумно довольны качеством исполнения. Они используют металл с запасом прочности, где у некоторых производителей культиваторов стоит труба новая 40 на 40, не стоит труба 60 на 40, стенка 4 мм. И не стоит отвлекаться на проблемы на поле, сварочный аппарат не нужен. Минуту там сэкономил, минуту там, и там 3-4 дня получилось. Вы говорили, что есть проблемы с запчастями Рос-Сигмаш, а вот тракторы Джон Дир и Класс. С Классом непонятная история с собой, то ли работает, то ли нет. Джон Дир отказался сотрудничать с Россией. Как сейчас вы эту технику используете? Как строятся отношения с дилером? Дилер пытается по максимуму удовлетворить наши потребности, но у него это не получается. наш дилер компания АСТ на данный момент ищем альтернативы в других регионах. Есть организации, которые наладили поставку через Казахстан, через Турцию и выходим из ситуации. А те детали, которые можно восстановить, пытаемся восстанавливать. не раскрывайте секреты, здоровье перекроют. Но вообще эта техника будет в сезоне сейчас работать? Или какие-то есть машины, которые остановились? На данный момент вся техника имеющаяся у нас вот, ремонт подходит к концу, вся техника у нас имеется где-то на 95% готова к весенне-палевым работам. И работы сейчас продолжаются. Именно трактора, про трактора, имею в виду. Сейчас приступили к селкам, к подкормке готовимся. Нет, проблем пока никаких нету. Но решаем, решаем оперативно, не надеясь на дилера. Ну, конечно, обращаемся буквально, вот возникла проблема сразу в четыре точки. Бьем, одна по-любому выстрелит. Надо не на турок направлять, а на поляков. Поляки подставляют обчасти нам, поляки нас понимают, все для комбайна. Вадим Семенович, ну и последний вопрос нам у меня будет. Хозяйство, насколько обеспечено техникой, какие агрегаты хотелось бы еще купить, есть ли возможность их приобрести или нет? Как вы оцените обеспеченность от идеальной, как сказать? Обеспеченность у нас сто процентов. Со всеми работами справляемся в сроке, проблем нету никаких, что техникой, что людьми. Людей достаточно, зарплата достойная. Нам бы площади земли еще так по технике вообще никогда не было у нас проблем. Тем более руководитель наш Хачатурмирковный спорт Шиен по образованию инженер. Мы любим технику и техники у нас достаточно и она все время в боевом состоянии по максимуму. В этом году ничего приобретать не планировали? В конце прошлого года мы приобрели два трактора Fendt 718 и 724 на Краснодарской выставке через компанию Bizon. Ну, ни для кого не секрет, один завезен с Казахстана, другой завезен с Турции. И дилерства так такого нету. Это, скажем так, будет обслуживаться на чистой совести компании Bizon Trade. Они дают собственную гарантию. Спасибо. Интересно. Да. 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 .